Здравствуйте! Продолжаю истории про транспортные средства. После того, как мой первый мотоцикл ЧЗ-350 был продан, где-то года два у меня ничего не было. Собирался приобрести автомобиль, но было это не так просто. И в конце концов пришел к решению, что надо купить снова мотоцикл. Поскольку без техники, без такой оказалось не очень удобно, не очень комфортно. И хотел сначала снова приобрести мотоцикл Ява, ну или ЧЗ-350. Этот мотоцикл меня вполне устраивал, очень хорошо его знал, хорошая техника. Но тоже, как всегда, оказались проблемы, надо было за ним ехать и так дальше. Но если покупать на месте, то со значительной переплатой. И после некоторых размышлений, посоветовавшись еще с другими мотоциклистами, как раз тогда стал появляться мотоцикл в продаже Иш Планета Спорт. Он тоже 350 кубиков, но одноцилиндровый. И вот мне кто-то посоветовал, говорит, хороший мотоцикл. Там еще на первом этапе его производства была японская комплектация, там карбюратор был хороший и так дальше. Ну, 32 лошадиные силы мотоцикла по тем временам это считался. Ну, просто зверь машина. И вот отзывы были неплохие. И все-таки после некоторых размышлений решил купить вот такой мотоцикл. Думаю, поезжу, попробую, а там будет видно. Стоил он уже тогда, ну, где-то около 1000 рублей, сейчас не помню, чуть больше. Походил, посмотрел по магазинам, эти мотоцикли были в продаже. И как раз буквально по стечению обстоятельств рядом с моим, ну, гаражом, метрах, наверное, в 200 находился магазин, как сейчас помню, от листоторговой базы. Эта база занималась продажей и пиломатериалов, там и всеми другими вещами. И вот она занималась еще и продажей мотоциклов. И как раз у них там стоял уже прямо в помещении магазина, вот из Планета Спорт. Я посмотрел, дело было зимой, естественно, все делается заблаговременно. Я посмотрел, проверил, комплектация нормальная, дефектов практически никаких нету. Мотоцикл мне по внешнему виду и как на нем сидеть, как там его примерно использовать. Проверил, попробовал управление, как у него, все рычаги. Ну, вроде бы все нормально. И, недолго думая, деньги были такие, во всяком случае. На машину не хватало, ну, на мотоцикл деньги были. Сразу рассчитался, купил и даже заводить его не стал, чтобы перегонять. Или транспорт какой-то нанимать, чтобы перегонять. Просто его банально откатил в гараж, ну, там рядом совсем было. И поставил до весны. Настала весна. Тут уже провел техническое обслуживание, соответствующее для этого мотоцикла. И начал на нем ездить. Что можно сказать? Конечно, по сравнению с ЧЗ-350 и с Явой, это совершенно другая техника. Совершенно другая техника. Может быть, в чем-то более примитивная. Может быть, использовать его, ну, я не знаю, в какой-то мере не так комфортно. Но зато это гораздо более мощный мотоцикл. Казалось бы, разница небольшая. Тем более, попался мне мотоцикл с карбюратором уже с нашим, с отечественным. По инструкции скорость была, ну, примерно такая же, как у Явы. И мощность двигателя была не намного больше. Всего 28 лошадиных сил, а не 32 лошадиных силы, как с японским карбюратором. Ну, по-моему, на самом деле все было значительно мощнее. Ну, во всяком случае, вот по сравнению с моим ЧЗ-350 и ж Планета-350, ну, гораздо более резво разгонялось. Тянуло очень хорошо. Ну, что можно сказать? Конечно, были проблемы с тем, как заводился этот мотоцикл. Он заводился хорошо, но заводить одноцилиндровый и двухцилиндровый, тем более это были двухтактные, ну, небо и земля. Все-таки его заводить немного посложнее. Ну, я комплекции такой, скажем, не слишком слабый, поэтому мне было это делать нетрудно. А заводился он нормально. И я начал на нем ездить. Многие, естественно, задаются вопросами. Споры идут в течение десятилетий. Уж нет этих мотоциклов давным-давно. Но сейчас еще мотоциклисты спорят, какой мотоцикл более скоростной. Кто-то говорит, я на Яве эту Иш-планету свободно обхожу и так дальше, и тому подобное. Другие, кто ездил на Иш-планете, говорят, что до Ява по сравнению с Иш-планетой, это, конечно, ерунда полная. И Иш-планета гораздо мощнее. Ну, что тут можно сказать? Исходя из опыта, я скажу так. Безусловно, Иш-планета спорт все-таки помощнее Ява. Конечно, если Иш-планета плохо отрегулирована, а Ява настроена идеально, она Иш-планету спорт обставит. Но если Иш-планета в хорошем состоянии и Ява в хорошем состоянии, ну, примерно одинакового, я не знаю, качества, если так можно сказать, то, конечно, Иш-планета спорт уйдет вперед. Вот, я ездил, ну, 4 года примерно на ЧЗ-350, а этот мотоцикл даже чуть более скоростной, чем Ява, поскольку он полегче. И вот я ездил столько же примерно на мотоцикле Иш-планета спорт. И могу сказать, что Иш-планета спорт все-таки помощнее. И более резвый мотоцикл, и, наверное, более скоростной. Я, ну, честно скажу, по молодости, по глупости разгонялся и на том, и на другом мотоцикле до 140 км в час. Можно было бы и больше, но это чрезвычайно опасно, тем более я ездил без стекла, без вот этого. Это, конечно, создавало определенные сложности, и все-таки это очень опасно. Ну, попробовал, как бы, чувствую, был еще запас, и в том и другом случае. Но дальше я разгоняться не стал. Тут 120 едешь, и то уже, как бы, ну, я не знаю, это больше, чем достаточно. Ну, а в основном я старался правила соблюдать, ездил 90, этого тоже достаточно. Главное, доехать можно куда угодно. Ну, и, короче, на этом мотоцикле Иш-планета спорт 350. И я ездил тоже, ну, я не знаю, года 3-4. Каких-то проблем с этим мотоциклом тоже не было. Одна была единственная проблема. Где-то через год-полтора у меня вышла из строя катушка зажигания. И все бы ничего, это пустяковая, в сущности, неисправность. Но, дело в том, что я пока обнаружил, что вышла из строя катушка изрядно помучится. Мотоцикл-то продолжал работать и ездил. Ну, он ездил с перебоями, двигатель чихал, долго думали, что что-то с карбюратором, я там разбирался. Ну, в конце концов, я поставил новую катушку, все как рукой с него. Вот такая была проблема. И заводиться стал намного лучше. И ездить стал, ну, тоже нормально. Так что, вот такие вот вещи. То есть, Иж Планета Спорт оставил очень хорошее впечатление до сих пор. Если была бы сейчас возможность, я бы, наверное, купил бы этот мотоцикл. Поскольку, ну, что можно сказать. Все-таки он мне нравился побольше, чем я. Он более такой, ну, я не знаю, может быть сделан топорно, но более мощный, более крепкий. Ну, какой-то такой вот для меня более симпатичный был мотоцикл. Иж Планета Спорт. Ну, мотоциклисты меня поймут, кто ездил на мотоциклах на том и на другом. Хотя я ни в коем случае не хочу умалять достоинства мотоцикла Ява. Очень его тоже люблю. И, наверное, тоже на ЧЗ-350 с удовольствием бы сейчас поездил. Хороший тоже был мотоцикл. И сколько с ним воспоминаний. И с тем и с другим, впрочем, мотоциклом. Вот такая была история второго мотоцикла Иж Планета-350. Но, тем не менее, когда подошло время, он тоже был продан. Не потому, что он мне не нравился. Ну, как-то в жизни часто бывает, что приходится технику менять. И тогда, банально, мне, по-моему, потребовались деньги для какой-то цели. И я решил его продать. Потом, думаю, куплю что-нибудь другое. Это был период, когда, ну, у меня были некоторые проблемы. И со здоровьем в том числе. Тут уж было не до мотоцикла. И вот Иж Планета-Спорт был продан. Но впечатление, повторюсь, он оставил. Самое хорошее. Хороший был мотоцикл. Умели делать даже с советским карбюратором. Даже с советскими комплектующими. Была техника, ну, я считаю, очень неплохая. До сих пор вспоминаю самыми хорошими ощущениями. Ну, и в конце я пожелаю мотоциклистам хороших дорог. Всем всего самого доброго. До свидания.